не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем трингуны ом шанти 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 ум добрый вечер добрый вечер роберт я приветствую вас от всего сердца приятно быть с вами снова темнеет уже раньше есть нечто что вы все время должны помнить и это правильное дождествление вы все время должны осознавать что ваша настоящая природа это сознание вы есть чистое неподдельное сознание не смотрите на себя как на тело может быть много причин по которым вы чувствуете будто бы вы тело вы можете испытывать боль стресс эмоциональные конфликты и так далее но вы должны научиться отбрасывать такой тип размышлений неважно что как кажется происходит вашей жизни и осознавать что вы есть сознание абсолютная реальность другими словами вы должны отождествляться с вашим источником если вы отождествляетесь с вашим источником в конце концов вы им станете я не говорю о яблочном соусе шутка основаны на созвучии английских слов источник и соус смех если вы пребываете вашем теле и в проблемах в том что только кажется реальным но таковым не является то просто заставляете эти проблемы увеличиваться в размере изоблаждение становится для вас реальность поэтому никогда не забывайте помнить что вы не феномен телу все есть сознание есть только сознание чтобы сознание было знание о себе должна быть форма или тело так сознание может выражать себя поэтому обретая существование вселенское тело которое называется я есть вся вселенная находится внутри вселенского тела тела когда осознается я есть возникает творение поэтому джиняне может заявить все есть истинное я я и 100 все это подразумевает что вся вселенная находится внутри тела мудреца когда я есть желает познать себя возникает индивидуальное тело которое называется личностном я или я мысль потом я мысли забывает о своем божественном начале своей вездесущности и считает себя личным я затем начинается смертный сон вся вселенная оказывается вовне и вы вместо того чтобы быть вездесущими считаете что вы индивидуум и что есть мир вне вас это называется смертным сном потом вы начинаете восклицать я счастливый я грустный я богатый я бедный я есть это я есть то и вы создаете все эти заблуждения это удерживает вас связаны по мере того как кажется что вы таким образом проживаете одно реинкарнация за другой наступает такое время когда вы начинаете размышлять созерцать обдумывать откуда вы появились мудрый человек осознает что ответ находится внутри мудрый человек начинает понимать что мир который кажется это мир постоянных изменений поэтому он не может обнаружить реальность во внешнем мире и так с помощью медитации с помощью божественного напоминания человек начинает возвращаться обратно начинает раскручивать всю ситуацию назад это делается с помощью отрицания всей вселенной вы должны избавиться от иллюзии и вы делаете это с помощью отрицания вы отрицаете небо луну звезды деревья землю в отрицаете бога вы отрицаете все потом вы отрицаете ваше тело и вашу после того как вы это практикуете возможно в течение многих реинкарнаций вы превосходите тело и ум и снова становитесь я есть вы становитесь вселенским телом мы все являемся творением все все исходит из нашего ума все находится внутри нас и мы понимаем что мы как кинокамера изображение которое проецируется в качестве творения это всего лишь проекции вашего ума все что вы воспринимаете это наложение на вас включая ваше тело включая ваш ум это наложение на истинное я когда вы достигли этого понимания то можете называться джиняне или мудрецом и так как нам достичь этого есть три типа людей которые готовы практиковать адвайту виданту или адмавичару или самореализацию три типа людей это ищущие ученики и преданные мы уже это обсуждали но посмотрим на это немного по-другому три типа людей эквивалентные трех гонок там осозначает притупленность инерция и соотносится с ищущим оранжес действие это соотносится с учеником сатва означает чистоту и соотносится с преданным теперь когда я говорю что ищущие притупленный то это качество тамоса и это только с точки зрения адвайта виданты ищущий это продвинутая душа по сравнению с миллиардами людей на этой земле которые бродят в полнейшем заблуждении еще не стали ищущими и так ищущие это действительно продвинутое состояние однако ищущие обладает огромным ищущие бегают от одного учителя к другому читают тонны книг все время ищут что-нибудь для себя их заботит только я мне и моё я хочу стать просветленным что я могу получить на этом занятие что здесь есть для меня внимание ищущего сосредоточено на личном я они ходят к одному учителю слышат о другом и идут к нему они слышат о ком-то другом идут туда но по крайней мере они ищут в действительности они никуда не ходят они могут пройти через тысячи реинкарнаций тысячи тысяч реинкарнации в качестве ищущего который все время ищет себя занят только собой они не могут увести ум от себя они ищут недостатки они все время обнаруживают что на занятиях что-то не так они сравнивают одно занятие с другим одного учителя со следующим учителем пытаясь вытянуть из него всю информацию которую могут и больше их ничего не волнует однако если ищущий становится искренним он развивается так что может стать учеником ученик начинает остепеняться и это качество раджес действия ученики начинают работать с тем что они видят у них есть хорошее отношение к одному учителю и они посещают этого учителя больше чем всех остальных они действуют согласно тому что говорит учитель но они все равно еще снаружи они читают определенные книги которые имеют отношение к течение учителя но они все равно еще не верны учителю они все еще интересуются собой но в основном они остаются с одним учителем если попадается кто-то действительно хороший и ученики о нем узнают они могут пойти послушать этого человека но они всегда возвращаются к одному учителю ученики все еще думают о себе иногда они причиняют много хлопот они много сплетничают они жаждут радостного возбуждения то есть когда на занятиях все гладко они стремятся к тому чтобы создать небольшие проблемы с помощью сплетен но в действительности у них доброе намерение если они будут продолжать быть искренними то будут развиваться и станут преданным преданному предстоит долгий путь преданные больше не думают о себе они забыли о себе их не волнует даже самореализация у них нет желания стать освобожденными у них вообще нет никаких желаний они действуют спонтанно и живут одним днем они полностью сдаются мудрецом у них нет своей собственной жизни они день и ночь думают о мудреце в их умах нет места чему-то негативному преданные никогда не осуждают преданные понимают что мудрец исходит из сознания отличного от их собственного сознания поэтому они могут не совсем понимать то что делает мудрец но им это не важно преданные это люди которые содержат и обеспечивают мудреца преданные это кровь жизни мудреца именно преданные становится освобожденным в каждом учении высокой природы у рамана махарши рамакришны шанкары и многих других только преданные становятся освобожденными потому что им нет до этого дела их личное я ушло они отдали личное я мудрецу никого не осталось чтобы ссориться никого не осталось чтобы думать о том что что-то неправильно никого не осталось чтобы осуждать зачем я этим с вами делюсь потому что это такое время когда большинство из вас уже понимает эту истину и не забывает ее для чего мы здесь на самом деле он здесь для того чтобы осознать что вы не тело или ум что вы есть абсолютная реальность вы есть чистое осознавание как вы можете это понять если у вас на уме нечто другое если вы думаете о мире и обстоятельствах в нем мир всегда был здесь это через что проходит мир сейчас он проходил много раз в предыдущие века все восхищаются тем что россия становится капиталистическим обществом как будто на длительной дистанции это имеет значение такие вещи случались тысячи лет назад на этой земле миллиарда лет были цивилизации которые проходили через то что мы проходим сейчас и все они были уничтожены человек глупец который вовлекается в мир подумайте об этом чего вы хотите на самом деле чему вы стремитесь что является вашей истинной мотивацией мы с вами знаем что есть много ищущих и учеников которые приходят сюда просто для того чтобы улучшить свое человеческое благосостояние когда она улучшается это все что их интересует тогда они уходят но это мистическое учение это учение абсолютной радости и гармонии радость и гармония это ваша истинная природа вы не феноменальный ум который думает обо всех этих вещах размышления о том чтобы стать просветленным не помогут но поможет сдача ума который думает о том чтобы стать просветленным должна быть полная сдача вашего эго вашего ума вашего тела и вашей жизни должна быть сдача вашему истинному я настоящему я истинное я все пронизывающие и все присутствующие есть только одно истинное я и вы есть то поэтому когда я говорю о сдаче или концентрации на мудреце так как это делают преданные я не говорю о мудреце как человеке большинство учеников и ищущих все время думают что я имею ввиду человек мудрец это не личность мудрец это все присутствие абсолютная реальность мудрец это ваша истинная природа настоящий я это мудрец есть только один мудрец нет этого мудреца и того мудрец поэтому когда большинство ищущих и учеников говорят различных мудрецах я молчу и улыбаюсь они говорят о различных мудрецах будто бы они индивидуумы но слово мудрец означает выход за пределы это все пронизывающие поэтому есть только один мудрец если вы все еще смотрите на мудреца как на человеческое существо у вас будут проблемы потому что согласно вашим стандартам вы будете судить человеческое существо вы будете создавать человеческое существо в своем воображении если человек мудрец не оправдывает ваши ожидания вы разочаруетесь и расстроитесь но если вы сданитесь отпустите и прекратите ссориться искать недостатки ведь что что-то не так то станете преданными и у вас все будет хорошо тело не имеет никакого отношения к мудрецу видимость не имеет никакого отношения к мудрецу когда я использую название мудрец я говорю о вас другими словами ваша я мысль ваше личное я не имеет совершенно никакого отношения к вашей реальности реальности означает безмолвие нет мыслей нет оценивания нет попыток понять есть только полная сдача нет мысли или беспокойств потери о том какую работу оно должно выполнять где оно должно жить как оно должно поддерживать и обеспечивать себя все это делается за вас когда вы впервые представили что вы тело даже представление чтобы тело было предвзято идеи другими словами это заблуждение с вашей стороны я пытаюсь сказать что вам совершенно не о чем беспокоиться не о чем волноваться не на что реагировать ничего не нужно пытаться поменять оставайтесь безмятежными вы обнаружите что ваше тело что будет делать то для чего оно сюда пришло оно знает что делать ваша работа в том чтобы помнить что вы не тело вы не ум который думает 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 вы начинаете наблюдать как думает ваш ум вы начинаете становиться свидетелем своих мыслей вы становитесь свидетелем всех ваших внешних дел потому что помните что все ваши внешние дела это просто мысли спроецированные вашим умом когда вы перестаете реагировать проекция прекращается и вы возвращаетесь свое состояние блаженства вы должны научиться оставлять мир покой сегодня в парке я разговаривал с человеком которому 70 лет он рассказывал мне как он беспокоится по поводу ситуации в мире он беспокоился о том что происходит в россии он беспокоился о своей стране я спросил его как вы думаете сколько лет вам осталось на этой земле что вы делаете с этим временем и он сказал я пытаюсь улучшить мир я объяснил ему что первое что он должен понять это то кто он такой а потом он посмотрит захочет ли он улучшать мир он не знал о чем я говорю поэтому он ушел думаю что я странный конечно же он правда ученики смеется обычный человек не хочет иметь со мной дело обычным людям всегда кажется что я говорю неправильные вещи вы должны твердо решить что вы собираетесь делать на протяжении тех лет которые вам осталось прожить если так случится что завтра вы покинете свое тело вы просто продолжите оттуда где сошли если вы жаловались создавали проблемы искали недостатки то обнаружите себя в положении где вы делаете то же самое и для вас это никогда не закончится поэтому я говорю забудьте во всем начинайте возвращаться к своему источнику отбрасывайте все не позволяйте ситуациям дать вам почувствовать что что-то где-то не так а теперь кто должен это делать тот кто считает себя телом если бы вы только смогли пробудиться к факту что тела нет вселенной нет бога нет вас нет освобождение нет иллюзии нет вы оказались бы дома свободны но вы хотите продолжать играть в эту игру почему этого хотите все чем я поделился с вами осознание творение это ложь это только история чтобы заставить вас замолчать люди все время спрашивают о творении как она попала сюда почему она здесь поэтому мы говорим о сознании как она создала все из себя но что такое сознание откуда она появилась она появилась из ниоткуда потому что оно никогда не существовало как вы можете понять что такое сознание своим ограниченным мышлением поэтому преданные не пытаются ни в чем разобраться преданные просто сдаются отпускают это нет игру медитации которые мы должны играть нет процедуры процессов через которые мы должны пройти нет реинкарнации нет кармы просто ничего нет обрыв аудиозаписи нет фреда которая переворачивает кассету ученики смеются это не существует мы думаем что все эти вещи существуют и становимся их рабами подумайте о том какими бы вы были свободными если бы вам не нужно было беспокоиться об аудиозаписи карандашах ручках бумаги думать о том о чем я сейчас говорю просто представьте как бы вы были свободны пробудитесь 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 сейчас это все что вы должны сделать когда вы спите ночью и когда вам снится кошмар единственное средство пробудиться единственное средство от сна хорошего или плохого пробудиться если в вашем сне вы встречаетесь с иогином и он говорит я научу тебя новому методу медитации вы начинаете практиковать этот метод медитации проходят годы а потом вы встречаете тибетского лама он собирается научить вас тибетскому буддизму и вы начинаете практиковать буддизм проходим года потом вы встречаете учителя дзен который учит вас концепциям дзен дает вам каана и вы часами сидите уставившись на пустую стену так проходим года были ли все эти вещи действительно необходимыми все что вам нужно было сделать это пробудиться и вам не нужно было бы проходить через эти часы года ионы техник медитации различных процедур все что вам нужно было сделать пробудиться вы просто должны были пробудиться вот и все что вы должны были сделать но эти учителя никогда вам этого не говорили они рассказывали вам о своих процедурах как задерживать дыхание на 20 минут как практиковать все ситхи чтобы вы смогли достичь своих сверхспособностей или чтобы вы смогли похоронить себя заживо на три недели и остаться в живых после этого вы попались в ловушку вы практикуете все эти вещи в то время когда все что вам нужно было сделать это пробудиться вам снятся разные сны вам снится что вы инкарнировали и у вас есть хорошая семья потом приходит ураган убивает вас и вашу семью и потом вы снова и инкарнируете в этот раз вы тибетский монах вы умираете в пожилом возрасте потом вы реинкарнируете как уличный торговец наркотиками вы проходите через самые разные опыты все это сон и вот однажды вы встречаете мудреца и вы его спрашиваете сэр что самое быстрое что я должен сделать чтобы стать самореализованным мудрец говорит пробудись вот и все и вы пробуждаетесь от вашего сна и обнаруживаете что вы в этом сне и это тоже самое это сон я говорю вам пробудитесь те кто понимают пробудиться прямо сейчас аудиозапись резко начинается когда ученик уже заканчивает вопрос у меня было несколько наблюдений касательно духовных вопросов одно из них говорит что согласно ведома с утром они приводят к такому моменту когда жизнь это сон а потом там говорится выяснить почему я думаю что я тот кому снится сон они то что снится прокомментируйте это предположение по правде вы не являетесь не тем кто видит сон не тем что снится вы ни то ни другое вы за пределами того кому снится сон и за пределами сна у меня есть запись кришнамуртия где он говорит не принимайте на веру то что говорит лектор он спикера нет никакого авторитета он не учитель он не гуру поскольку он учитель то вы последователь а если вы последователь то уничтожаете себя и гуру это очень верно я согласен с этим поэтому я говорю мудрец это не человек по сути преданной это продолжение мудреца фред вы все время цитируете эти красивые вещи это прекрасно но что по поводу вас что вы знаете о себе как далеко вы прошли по пути я размышлял описание суть не в самом писании а в том как она интерпретируется и даже тогда она интерпретируется умом а ум сам по себе это миф это правда но что по поводу фреда где находится фред вы понимаете что я имею ввиду да сэр наступит такое время когда вам придется пристать голым перед богом это означает что все красивые писания которые вы запомнили красивые выражения все книги все воспоминания о том что вы прочитали должны быть отброшены и вы должны быть совершенно пустыми но пока вы наполнены красивыми выражениями высказываниями из писаний запоминанием книжных выражений все это очень хорошо но вы недалеко с ними уйдете все это идет из ума именно ум удерживает вас от того чтобы стать совершенно свободно поэтому ум должен быть совершенно пустым вы должны стать ничем тогда вы станете чем-то шри бхагаван сказал покоритесь мне и я заберу ваш ум это правда но это то что сказал бхагаван а что он говорит и вы смех ладно вы сдаетесь вы поймали меня именно тогда когда я начал смех эти люди говорят красивые вещи и они были прекрасными людьми но с нашей точки зрения они все могли быть лжецами мы не знаем возможно иисус был самым великим мошенником всех времен возможно бона была лжецом обнаружьте это для себя посмотрите сможете ли вы прийти к тому же выводу как они став вашим настоящими я стать самому себе авторитетом стать своим истинным я не вашему собственному авторитетом в качестве человека но превзойдя личное я стать истинным я просто пробудившись к истинному я или же я буду вас наблюдать здесь еще 50 тысяч реинкарнаций смех и вы все равно будете в ловушке описание я сказал что я забуду о них но я не смог смех фред я знаю каково это отбросить все за что вы держались все эти годы столько лет эти выражения из писаний о и вашей гарантии безопасности я могу видеть как это тяжело отказаться от них потому что что тогда вас останется будет казаться что у вас ничего нет но это ничего и есть сознание ничего это ваше настоящее я не бойтесь все отбросить вы приходите в я это в уме другими словами не сознание перед тем как она снова становится осознанным но это тоже мысль ума все это мысль ума все психологическое потому что легко говорить что сознание является этим до того как оно становится осознанным но что мы знаем о сознании на самом деле почему сознание становится чем-то существует ли сознание на самом деле мы и понятия не имеем обнаружьте не иметь понятия это значит что она у нас есть верно к чему волноваться не волнуйтесь я не буду хорошо ученики смеются генри вы безнадежны смеется я знаю выгодно для ничто и это моя истинная красота да это так рад что вы увидели это вы действительно ни на что не годны именно так это самое прекрасное что вы когда-либо говорили вы меня ясно видите смех да генри я знаю что вы годитесь для ничто именно так пожалуйста задавайте любые вопросы какие хотите и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране напомните Продолжение следует...